МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Интернет-магазины. Для чего на сайтах установлен следящий пиксель? Если человек приходит на сайт, мы уже, в принципе, знаем о нем огромное количество информации. Наши телефоны, планшеты, ноутбуки для нас самих могут быть серьезно опасны. В них огромное количество личной информации. А как выясняется, ее читают совершенно посторонние люди. Без этих достижений цивилизации мы жизни не мыслим и считаем, что все, что с помощью их совершаем, звоним ли, переписываемся, просматриваем видео, касается только нас. А на самом деле любое наше действие отслеживается несколькими структурами. А за кем-то, возможно, наблюдают еще хакеры. Каждый лайк фиксируется и анализируется. Шпионят за нами не только в Фейсбуке, ВКонтакте и других социальных сетях. Датчики слежения установлены на наши поисковые запросы, просмотры интернет-магазинов, на поиск и покупку в онлайне билетов. В общем, на все, что мы делаем в цифровом пространстве. Через обычное приложение на смартфоне выяснят многие детали жизни, в том числе, в каком баре вы были в прошлую субботу. И скрыть что-либо невозможно. Обратите внимание на эту фотографию. Это основатель Фейсбука Марк Цукерберг. Позади него ноутбук, на котором заклеена веб-камера. Глазок аккуратно прикрыт кусочком ленты. Цукерберг, наверное, знает, как компания Фейсбук собирает информацию о своих пользователях. Он понимает, что кто-то может и о нем, как о пользователе, какого-то ноутбука, какой-то операционной системы тоже собрать информацию. И заклеивает. Вот человек, который недавно доказал всему миру, что соцсети тайно собирают данные своих пользователей. Это Макс Шрамс, студент юридического факультета Венского университета. Он первым публично обвинил в обмане Фейсбук. Началось все с хитрого расследования. Шрамс через суд затребовал у соцсети все данные со своего аккаунта, который к тому времени давно был удален. Казалось бы, ему ничего не могли предоставить. Но случилось то, чего даже сам начинающий юрист не ожидал. Максу Шрамсу вручили на компакт-диске информацию, накопившуюся за три года существования страницы. Данных набралось на 1200 страниц. Полное досье на человека и частично на его друзей. И это был не поток информации и некая мешанина из постов на стене сообщений, участия в группах. Нет, все аккуратно структурировано, разбито на 57 категорий. Словно по полочкам разложены личные фотографии, вся переписка зафиксирована, когда и под чем ставился каждый лайк. Фейсбук собирает очень много данных, включая все ваши контакты, смс-ки. Буквально все, до чего дотянутся руки у Фейсбука. Удаленные сообщения тоже имеются в досье Фейсбука. Все, что Макс Шрамс когда-то уничтожал из переписки, хранится на серверах соцсети. И как у всех пользователей, сообщения эти были разными. Часть из них удалялась из-за ненадобности. Но были сугубо конфиденциальны. Те, которые важно скрыть так, чтобы они никогда не попались кому-то на глаза. А тут полный архив. Если бы вы знали, что о вас знает Фейсбук, то вы бы, возможно, им не пользовались. А теперь представьте, что вся страница с профилем и перепиской, которую вы удалили и уже забыли о ней, вдруг всплывает в интернете, и ее может увидеть любовь. Так недавно случилось с миллионами пользователей сайта знакомств. Пока не в России. На территории нашей страны этот сайт не успел начать работу. Называется он Эшли Мэдисон. Предназначен для определенной аудитории. Для женатых и замужних, жаждущих найти себе пару для измен. Очевидно, что в каждом профиле и чате масса интимных подробностей и сексуальных фантазий. Все они были опубликованы хакерами в сети. Там же имена, адреса, номера кредитных карт. Более того, на серверах компании хранились аккаунты людей, которые закрыли свой профиль и ушли с сайта знакомств. Стало понятно, что создатели сайта занимались обманом. Они обещали пользователям, что данные уничтожаются. В итоге и эти профили попали в сеть. Она не единичная. Вот история, когда взламывались какие-то хранилища данных, и оттуда вытаскивались какие-то данные, которые должны были там быть, которых там не должно было вообще собираться. И вообще из соцсетей что-то удалить крайне трудно. То есть даже если вы нажмете «Делит», да, визуально это удалится, но с серверов не факт, что это удалится. Личные тайны перестают быть тайны. Мало кто знает, но все страницы в социальных сетях днем и ночью мониторят несколько десятков банков, сотни интернет-магазинов и еще огромное число компаний. Все наши фотографии, сведения о профессиональной и личной жизни, каждый перепост в хронике и любой лайк берутся на заметочку. Если вы не живете в глухой тайге без телефона, без интернета, и никому не сказали свое место расположения, а при питании находятся все сами, ну тогда да, вы, наверное, полностью защищены от вот такого рода добычи цифровой информации. Но если у вас есть телефон, есть личная жизнь, которую вы показываете в том же Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, пользуетесь поисковиком, активно используете сервис геолокации, заказы такси, ну уже никаких секретов у вас, по крайней мере, перед этими службами не остается. Эксперты не случайно из всех соцсетей выделяют Фейсбук. Его аудитория гигантская, 2 миллиарда человек. А прибавьте к этому Инстаграм и Ватсап. Они с недавних пор тоже принадлежат Марку Цукербергу. Приложение Инстаграм. имеет доступ к вашим фотографиям. Даже если вы не дали такой доступ к приложению Фейсбук, приложение Инстаграм, имеет доступ ко всем вашим фото. Уверены ли вы, что это приложение не скачало все ваши фотографии к себе на сервера? Пока вы пришли на Красную площадь и решили сделать красивую фотографию, показать ее друзьям. Приложение Ватсап. Уверены ли вы, что оно не отправляет базу ваших контактов на сервера компании Фейсбук, в тот момент, когда вы решили написать сообщение родному человеку. Вот. Я не уверен, что не отправляют. Кому нужны наши незатейливые фотографии и сообщения, в которых смысла-то особого нет? Пара слов и сплошные смайлы. Зачем кто-то собирает информацию о нашей обычной жизни? Это самая настоящая слежка. Любое изменение фиксируется. Более того, тщательно анализируется, а потом используется. А в чьих интересах? Зависит от того, кто нанял специальные компании, занимающиеся добычей данных. Это большой бизнес. И мы ошибаемся, если считаем, что в нашей жизни нет ничего, что представляло бы для них интерес. Потому что Фейсбук, он занимается чем? Он занимается торговлей этими данными. То есть эти данные стоят денег. Они реально стоят много. Огромные суммы на этом уже зарабатываются. А будут еще больше. Как оказалось, сведения, которые мы оставляем повсюду, используя ноутбуки, планшеты, телефоны, стоят очень дорого. На чем так быстро разбогател Марк Цукерберг? Его личное состояние на сегодня 70 миллиардов долларов. А ведь Фейсбук существует не так давно. Нам кажется, что он с нами вечность. А на самом деле, в 2004 году возник как университетский сайт, а через пару лет стал доступен для всех пользователей интернета. С каждым годом нарастало количество профилей. Вместе с ними доходность сайта. В итоге компания Фейсбук зарабатывает больше, чем многие российские заводы, на которых, как говорится, производится что-то действительно реальное, чем сектор какого-то реального производства. А вот социальная сеть зарабатывает больше. Компания Фейсбук в данный момент является одной из крупнейших компаний мира. Стоимость компании Фейсбук, одной компании Фейсбук, превышает стоимость, скажем, Сбербанка, Газпрома, Роснефти вместе взятых. Там на сдачу можно будет еще несколько заводов прикупить. А это кадры, на которых Павел Дуров, в то время владелец соцсети ВКонтакте, разбрасывает в окно деньги. Он запускает бумажные самолетики, а к ним прикреплены пятитысячные купюры. Надо полагать, не последние выкидывают. После нескольких лет работы сайта ВКонтакте, Дуров стал одним из самых молодых российских миллиардеров. У этой соцсети сейчас 400 миллионов пользователей. И каждый – отличное средство для зарабатывания. Вы отдаете сведения о себе в обмен. Это как такое псевдо-деньги. Есть обычные деньги, рубли, доллары. Есть виртуальная валюта в виде биткоинов, монера и прочих криптовалют. А есть данные, это сведения о вас. Это тоже, если хотите, определенная валюта. Но как наши с вами сведения становятся валютой и средством обогащения для отдельных людей и компаний? Соцсетей огромное количество. Есть мировые, есть локальные. Только для определенной страны. Но за всеми буквально гоняются крупные холдинги. Они готовы платить бешеные суммы, чтобы заполучить в свой бизнес сайт с профилями миллионов людей. Очевидно, не для того, чтобы любоваться чужими фотографиями и перечитывать на досуге посты. Кто да какой съел завтра? Ну вот там, если задуматься, да, как такой сервис, который развлекает людей по всей планете, да, там, и в котором люди по полчаса в день в среднем проводят, те, кто там, активные его пользователи, как он может быть бесплатным, да? За пользование соцсетью мы не платим. Но с лихвой это компенсирует. Тратясь на товары и услуги, реклама которых нам бесконечно показывается. Обратите внимание, насколько она персонализирована. То есть адресована непосредственно вам. Будьте уверены, каждый нюанс из вашей страницы учтен рекламодателям. И они почти на 100% угадают, в чем вы заинтересованы, что захотите купить. Зарабатывают на рекламе, а реклама связана непосредственно с знанием вас, как потенциального потребителя. Поэтому, естественно, ваши сведения собираются анализировать. Статус в семейном положении – кладезь информации. В активном поиске, не женат, замужем, все сложно, используются для рекламы сайтов и агентств знакомств. А статус помолвлен? Ждите на странице рекламных баннеров от свадебного бизнеса. Близится день рождения, и его дата указана в профиле, вас высчитают в цифровом пространстве рекомендатели сферы обслуживания. Бары, рестораны, кафе, клубы. Если вы хотите знать, что такое русский человек за границей, который готов простить дурака, она может и в морду дать, если наглецы распоясались? Какие факты русской истории так безжалостно переврали немецкие авторы наших учебников Миллер и Шлёцер? Почему севрюжина и ботвинья, и перепелиные шейки в брусничном соусе во времена Древней Руси были невысокими деликатесами, а просто едой? Эта книга для вас. «Русские булки» – незаменимый, на наш взгляд, путеводитель по самым интересным местам России, самым загадочным страницам русской истории и самым вкусным рецептом русской кухни. Итак, читайте «Русские булки» здесь. Смотрите телемарафон «Русские булки» на канале РЕН-ТВ. Участвуйте в телевизионной викторине «Русские булки». Тот, кто победит, поедет вместе с нашей съемочной группой в экспедицию по самым загадочным местам нашей Родины. Зачем банкам нужна ваша страница ВКонтакте? То, что вы опубликовали в социальной сети, это увидят не только ваши друзья, это увидят и автоматизированные программы. Лайки вас сдали. Как по ним собирают даже скрытую информацию? Люди, которые лайкают в Фейсбуке картошку, фри, такую вот закрученную спиралью, те, кто ее лайкают, у них интеллект выше среднего. Скандалы со службами такси. Когда мобильный телефон может представлять опасность? Даже когда вы не пользуетесь мобильным телефоном, он все равно зарегистрирован на ближайшей базовой станции, если быть точным, на нескольких базовых станций. Совместный проект телеканала РЕН-ТВ и благотворительного фонда «Ворлд Вита». Андрею 6 месяцев. У него порог сердца. Требуется срочное хирургическое вмешательство. Стоимость операции 3 471 990 рублей. Вы можете помочь Андрею, отправив СМС с любой суммой на номер 8888. Также деньги можно перечислить на сайте rent.tv. Вместе мы справимся. Аккаунты конкретных людей разыскивают различные ведомства, которые к продажам отношения не имеют. Настоящий ЧОС по профилям устраивают банки и коллекторские агентства. Самый любимый сайт у собирателей долгов ВКонтакте. Здесь их клиентов больше всего. Из страницы, во-первых, узнают, что человек, переставший отвечать на звонки, жив-здоров. Во-вторых, располагает деньгами. Если есть сведения о путешествиях, или, к примеру, упомянув публикации свою квартиру. А это для банковских агентов ценнейшая информация. Значит, долг взыскать возможно. Недавно стало известно, что банки, и перед тем, как выдать кредит, мониторят страницы соцсетей. Конечно же, банки, которые зарабатывают миллиарды рублей прибыли, они могут себе позволить, скажем так, развернуть такую систему и собирать информацию. Несколько банков объявили, что с 2018 года по цифровому следу намереваются проводить проверку платежеспособности и надежности клиента. И мы дали на это согласие. Спросите, когда? Происходит это в банке при заключении договора на оказание любой услуги. Открытие дебетовой, кредитной, зарплатной карты. Мы всегда подписываем согласие на получение и обработку персональных данных. И это не только место жительства и паспортные данные, как было ранее. Сейчас персональные данные – это наши действия в интернете. Нужно четко понимать, что то, что вы опубликовали в социальной сети, это увидят не только ваши друзья, это увидят и автоматизированные программы, которые в дальнейшем будут оценивать в банке, насколько хорошо вы будете платить по кредиту, будут оценить вероятность того, что вы вернете кредит, а не исчезнете. Из соцсетей понятно, сколько раз в год человек ездит отдыхать, какие рестораны посещает, в каком кругу общается. Всех друзей банк обязательно посмотрит. Хорошо, если среди них будут однокурсники и коллеги. Своей информацией они подтвердят ваше образование и место работы. Но слишком много друзей – это плохо, особенно если они добавляются чуть ли не каждый день. Банк может подумать, что вы ведете бизнес в интернете, а в таких заемщиках он не заинтересован. Участие в группах по сетевому маркетингу или из разряда «антиколлектор» также повышает риск отказа в кредите. Существует заблуждение, что вычитывают информацию на странице и всматриваются в фотографии потенциальных клиентов сами сотрудники банка. Это не так. Система слежки полностью автоматизирована. За каждым кликом шпионят специальные программы. Они записывают все движения пользователя в интернете. Им известен его IP-адрес, геолокация, интересы, онлайн-покупки, личные данные, почтовые сообщения. Разработаны алгоритмы, которые сопоставляют весь поток информации и выделяют нужное. Именно они решат, как можно использовать сведения об имени вашего кота, о синих занавесках на кухне и о вашей любви к грибам-вешенкам. Но перед этим алгоритмы обучили. И тоже на нас. Их буквально натаскали на данные, которые мы оставляем открыто, чтобы потом разыскать неявные сведения или даже те, что мы скрываем. Когда в интернете заходите, что-то ищете, никогда не встречались с такой вопросом, проверкой, что вы человек, а не робот, когда вас просят, например, разметить, найдите на этой картинке автомобиль. Вот вы когда отвечаете на вопрос, выделите на этой картинке, если видели автомобиль, вы как раз помогаете собирать данные, необходимые для обучения алгоритмов, искусственным интеллектом. Ничего случайного на странице в интернете не появляется. Ни слова, ни картинки. Кто из нас не отвечал на вопросы тестов? Например, назовите столицу стран, или на кого из исторических персонажей вы похожи, или совсем странные. Кто вы? Мужчина или женщина? Подобное в соцсетях появляется каждый день. Мы считаем, что эти незатейливые тесты для нашего развлечения. А на самом деле они запущены специальными программами, чтобы через ответы получить еще больше информации о пользователях. Да, вот вы заполняете, вы заполняете вот эти данные, необходимые для обучения алгоритмом, конечно. Это сейчас повсеместно. Лайки, которые за день можем наставить десятками, основное, на что обращают собиратели сведений. При всем желании не получится скрыть свое отношение к курению и алкоголю, политические убеждения или вероисповедания. Для этого, утверждают исследователи, достаточно проанализировать около восьми страниц, которые вы лайкнули. Чтобы определить мусульманина, программе потребуется 11 лайков. А человека, употребляющего наркотики, система распознает по 12 интересам. Даже мы просто лайкаем страницу или задерживаем свой взгляд, даже по скорости перемотки ленты в Фейсбуке, у нас делаются определенные впечатления, и определенный скоринг постоянно происходит. Причем точность этого скоринга, она вообще невероятная. Скоринг – это система оценки каждого пользователя. Ее разработчики уверяют, что выводы верны почти на 100%. При том, что, к примеру, интеллектуальный уровень определяется по картошке фри. Вот это самое интересное начинается. Например, пару лет назад был выпущен ресерч, было выпущено исследование, по которому люди, которые лайкают в Фейсбуке картошку фри, такую вот закрученную спиралью, те, кто ее лайкают, у них интеллект выше среднего. И уже совсем невероятное. Не имея конкретных сведений, без наличия явных признаков, будет распознана сексуальная ориентация. Чудо-горитмом потребуется узнать только два интереса. Если человек увлекается песнями Леди Гаги или зачитывается Гарри Поттером, то он будет определен гомосексуалистом. По лайкам определяется и психотип человека. Причем исследования показали, по 200 лайкам Фейсбук делает это лучше, чем сосед по общежитию, а по 300 лучше, чем муж или жена. И что дальше можно делать с этой информацией? Например, можно предлагать вам персонализированную рекламу, потому что если они определили ваш психотип, если они определили, в чем вы заинтересованы, можно предложить вам именно то, что вы, скорее всего, захотите купить. Является ли это манипуляцией? До некоторой степени. Является ли это... Стимулирует ли это потратить вас больше денег? Ну, да. Следящие программы почти не дают сбоя. Маловероятно, что реклама тура, предназначенного строго для представителей сексуальных меньшинств, появится на странице людей, которые к этому меньшинству не имеют отношения. А меланхолику никогда не покажут рекламу ночного клуба. Однако мастера по отслеживанию цифровых следов пошли еще дальше. Два города России уже заставлены огромными баннерами, в которые внедрен искусственный интеллект. Жители Новосибирской Москвы, не подозревая, проходят мимо рекламных счетов, которые знают о них всю подноготную. Для каждой рекламной конструкции определяется аудитория, которая находится непосредственно близко к этой рекламной конструкции, и определяется профиль этой аудитории. То есть там больше, например, молодых родителей или, например, студентов. И в зависимости от того, кого там больше, выбирается соответствующий рекламный контент. Информация собрана заранее. Как раз посредством тестов в интернете, сведений из соцсетей, запросов в поисковиках. Как только люди приближаются к баннеру, он узнает каждого и мгновенно соображает, что им показать. Но если идет один человек, тогда ему отрекламируют персонально. Писал пост в соцсети о своей утренней пробежке. Получи рекламу спортивной одежды. Это самая интересная штука. Вообще, откуда вот это все берется? Потому что сейчас, на самом деле, ученые, то есть, ну, сейчас есть прям ученые, там, большие институты, которые занимаются именно сбором, обработкой данных. Вот. Они сейчас говорят о том, что мы, фактически, выходя в интернет, посещая те сайты, которые мы привыкли посещать, мы даже не представляем себе, какое количество данных мы отдаем о себе. Главный маячок, по которому отслеживаются люди, это мобильный телефон. Покупая его, мы не задумываемся, что заключаем договор почти с дьяволом. И это не преувеличение. Как выясняется, разрешая нам звонить, писать сообщения, пользоваться всем, что есть в современных смартфонах, взамен о нас будут знать все. К примеру, где находимся все 24 часа в сутки. Даже когда не разговариваем по телефону и не выходим в интернет. И что самое интересное, что исходя из стандартов и особенностей мобильной связи, даже когда вы не пользуетесь мобильным телефоном, он все равно зарегистрирован на ближайшей базовой станции, если быть точным, на нескольких базовых станций. Более того, многие отслеживающие системы в телефоне тщательно скрыты. Вроде бы, производитель не делает из этого тайны, но никак и не предупреждает. А когда обнаруживается шпионская функция, обосновывает это технической необходимостью. Недавно были скандалы по этой теме, что приложение, которое вроде бы не должно было записывать локацию, оно ее записывало. Я думаю, скандалов будет еще больше. Самый громкий скандал был связан с приложениями по вызову такси. Началось все с одного небольшого поста в соцсети. Тимофей Васильев ничего не утверждал, только высказал свои подозрения по поводу того, что одно приложение отслеживает все остальные на телефоне. Вот цитата. Похоже, Яндекс как-то собирает данные о действиях пользователя. И если палит на телефоне Гет, начинает коварно конкурировать ценой. Это, конечно, полный ахтунг с точки зрения прайваси, но теперь можно экономить. Ставите Гет, делайте поездку, и Яндекс дешевеет. Сразу же появились комментарии от основателя Гет Дэйва Вайсера. Он сказал, что в компании сильно обеспокоились, увидев пост блогера. Позже сервис Гет провел собственное расследование, и опять же ничего не утверждалось, но не исключалось, что конкурирующая организация сканирует смартфоны клиента. Когда вы, например, заказываете такси, вы регистрируетесь по номеру мобильного телефона, соответственно, понятно, что компания, которая вам заказывает такси, она знает, что вот пользователь с этим мобильным телефоном, он заказал тогда такси. В приложении мы даем согласие на определение нашего местонахождения. Таксист должен знать, куда приезжать. Весь маршрут также известен службе. Скрыть эту информацию невозможно, иначе в приложении не будет смысла. Оставляем данные банковской карты для безналичного расчета. Деньги они списывают самостоятельно, а иногда блокируют еще до начала поездки. Но и этого, как выяснилось, службам такси мало. Не так давно произошел скандал Субер в США. Предположили, что сервис отслеживает геолокацию пассажиров и после окончания поездки. Будто бы он провожает клиентов до двери и еще пять минут после поездки видит перемещение человека. Те, кто выдвигал такое предположение, даже называли время появления этой отслеживающей функции. В конце 2016 года скандал был настолько громким, что глава Apple Тим Кук грозил удалить приложение Uber из онлайн-магазина App Store. Значит, человек должен понимать, что геолокация тоже записывается, при этом даже тогда, когда вы думаете, что она не записывается. А теперь внимание! Город русской славы – Севастополь. Дорогой моему сердцу Симферополь, героический Крым. Сбылась моя мечта, еду к вам в гости. В Симферополе жду вас, уважаемые крымчане, 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля. Встречаемся в Культурно-Информационном центре. Тем у меня для разговора с вами море. Конечно, это Россия, Украина, Крым. Кто виноват и что делать, чтобы все, что натворили политические проходимцы с Майдана, быстрее закончилось? История. Великая история Крыма. Какие тайны еще не разгаданы? Крым. Таинственный, загадочный и непостижимый. Тут я хочу послушать вас, дорогие крымчане. Что скажете? Карадакское чудовище – это сказка или в ней есть намек на реальность? Крымские мегалиты – это так постаралась природа или ветхозаветные великаны? Захоронение людей с длинными черепами в Гурзуфе – кто они? Гости с планеты Нибиру или последователи неведомого древнего культа? Для того, чтобы каждый из вас свободно мог поделиться своей историей, интересным фактом, невероятным наблюдением, мы даже специально из Москвы привозим с собой передвижную студию. Самые интересные из ваших рассказов мы покажем в наших программах. Самые шокирующие гипотезы – военная тайна, территория заблуждений. Итак, друзья, я еду в Крым. Какое счастье! В Симферополе жду вас 28 июля во Дворце культуры профсоюзов. В Севастополе буду 30 июля встречаемся в Культурно-информационном центре. Билеты на сайте kassa24.ru, ну и, конечно, в кассах этих уважаемых залов. Итак, до встречи в Крыму. Надеюсь, барабулька не закончится, массандра не высохнет и ночи будут ласковы, как всегда. Для чего установлена прослушка в телефонных приложениях? Скачивая приложение под названием «Фонарик», вы разрешали его создателям подключиться ко всей вашей личной жизни и системе вашего телефона. Как в интернет-магазинах раскручивают пользователей айфонов? Вероятность того, что эти люди купят, она в два раза выше, чем вероятность того, что купят человек, который использует Android и браузер Chrome, например. Прогнозирование беременности – секретные методы супермаркета. Они прислали 15-летней девушке предложение купить памперсы и какую-то там одежду для новорожденных, потому что она была беременна. Считается, что Google зарисовывает все перемещения пользователя. На сайте действительно очень детальные карты. Вполне возможно, что и ваша личная карта уже расчертано. С обозначением и пеших передвижений, и на любом виде транспорта. Это, конечно же, очень пугает, когда у какой-то компании где-то вы заходите и видите вот ваш маршрут, который вот так вот начерчен на карте, как вы гуляли по городу. Если Google и вправду записывает историю перемещений, то, возможно, делает это с GPS-модуля в телефоне. В этом есть и польза. Выбирайте любой день и смотрите свои места пребывания с привязкой ко времени. Во сколько были в офисе, когда и какой дорогой пошли в магазин, каким маршрутом путешествовали. Там есть такой модуль локации, и можно смотреть в истории своей учетной записи на сайте Google свои передвижения. Можно выключить компанию Google. По крайней мере, они говорят, что они не будут тогда это собирать. Самые простые приложения, на которые никогда бы не подумали, они, как выясняется, самые коварные. В этом и замысел разработчика. Какой вред может принести фонарик? Это приложение превращает телефон в ярко светящееся приспособление. Функция не самая нужная. Но фонарик устанавливается бесплатно, поэтому пользуется популярностью. Там в лицензионном соглашении прописано, что соглашаясь установить это приложение, вы разрешаете приложению подключиться практически ко всем вашим данным. Начиная от записной книжки, заканчивая геолокацией. И получается, что скачивая копеечное примитивнейшее приложение под названием «Фонарик», вы разрешали его создателям подключиться ко всей вашей личной жизни и системе вашего телефона. Но кто читал лицензионное соглашение? Никто не будет забивать голову текстом на 50 страниц. В этом самая хитрость. А там очень мелким шрифтом перечислено, к чему получают доступ, казалось бы, безобидные приложения. Если установили фонарик, то он может осуществлять вызовы, считывать состояние телефона, снимать фото и видео, записывать аудио, определять примерное и точное месторасположение, просматривать данные профиля, отключать блокировку клавиатуры, настраивать сигнал будильника, подключать и отключать сеть Wi-Fi, управлять Bluetooth. И это еще не все. У фонарика около сотни прав, которые никак не связаны с прямой функцией – освещением. Что за приложение такое? По сути, оно становится полным хозяином телефона и для чего-то получает доступ абсолютно ко всем данным. Условия могут быть совершенно любого характера, и если с этим соглашаешься, уже обратно сделать задний ход уже не получится. По той причине, что даже удалив приложение, вы уже позволили ему одномоментно подключиться к системе, скажем, к записной книжке, и уже данные оттуда могли быть скачаны куда-то в облако. Интернет-магазины еще более продвинутые в методах слежки. Им надо знать все о человеке, который зашел на их сайт. И они знают. Наперед просчитывают не только действия, но и мысли людей. На каждом сайте, где осуществляется коммерческая деятельность или просто размещается реклама, устанавливается невидимая картинка микроскопического размера в один пиксель. Это специальный фрагмент кода. Он действует скрытно, и заметить его невозможно. Задача кода — собрать о вас максимум сведений. Если человек приходит на сайт, мы уже, в принципе, знаем о нем огромное количество информации. Например, что он пришел с определенного рекламного канала, что он был на сайте уже, допустим, 10 раз, приходил с таких-то рекламных источников, что он использует, например, iPhone, браузер, Chrome, находится в Москве и много другой информации. Не все знают, что, покупая дорогой телефон или ноутбук, их использование будет стоить больше, чем у владельцев бюджетных марок. Все потому, что маячки и свежения считывают название бренда. Какую марку телефона использует человек, с какого браузера он заходит в интернет, это тоже дает очень много информации. Известно, что стоимость поездки на такси может зависеть от того, на каком телефоне установлено приложение. Чем дороже аппарат, тем выше расценки. То же самое с покупкой авиабилетов через приложение авиакомпании. Например, для владельцев продукции Apple выставят цену больше. Разработчики программ для онлайн-магазинов тоже обращают на это внимание. Мы понимаем то, что, например, для определенного сайта, для определенной компании, которая продает определенный продукт, наибольшую эффективность дают люди, которые используют, например, iPhone, браузер Safari. То есть вероятность того, что эти люди купят, она в два раза выше, чем вероятность того, что купит человек, который использует Android и браузер Chrome, например. Ну, то есть пользователям iPhone, например, мы повысим ставки на рекламных площадках. То есть реклама этим пользователям будет показывать и чаще. Если слежка совсем не устраивает или хочется скрыть наличие дорогого телефона, то можно попробовать отключить шпионские программы. Это позволяют сделать некоторые браузеры. Как только отметите в настройках нужные пункты, станете человеком инкогнито в интернет-пространстве. Но нужно иметь в виду, что свой цифровой след сократите ненамного. Сведения о вас все равно будут добывать только другими средствами. Специалисты по исследованию вот этих вот массивов больших данных, по статистике, иногда умеют делать удивительные вещи. В какой-то момент говорят, что, например, по данным вашей кредитной карты, ну, неважно, кредитной, дебетовой, пластиковой карты, которые вы оплачиваете покупки, можно определять вероятность развода. Виза заявляла, что примерно с вероятностью 70% они могут это сделать. Прогнозировать беременность клиента научились в крупнейшей американской торговой сети «Таргет». Для этого наладили систему слежения за всеми покупками женщин. Исходили из того, что привычки людей трудно изменить. Это легко заметить на собственном примере. Как правило, приходя в супермаркет, каждый раз передвигаемся по одинаковой траектории. Товары выбираем у одних и тех же производителей. Но случается, что привычки меняются. Для этого должно в жизни произойти что-то серьезное. К примеру, беременность. В «Таргет» задались целью определить, какая из покупательниц ждет ребенка до того, как это станет очевидно. Проанализировав покупательские привычки беременных женщин, была разработана система прогнозирования. Причем это не обязательно то, что человек идет и заказывает там кроватку для ребенка, да, или подгузники. А определяет то, что на определенном месяце, там, на втором триместре, условно, там, девушки начинают больше покупать лосьон, да, там, не покупать сигареты, и там, меньше покупать алкоголь. Например, такая ситуация. Женщина заходит в магазин и покупает лосьон с кокосовым маслом, объемную сумку и ярко-голубой плед. Программное обеспечение в «Таргет» выдаст вердикт. Вероятность беременности этой покупательницы – 84%. А далее магазин станет присылать скидочные купоны на товары для младенца. В большинстве случаев маневр срабатывал. Женщины на долгое время становились клиентками «Таргет». Система прогнозирования оказалась настолько точной, что даже была распознана беременность девочки-подростка. Они прислали 15-летней девушке предложение купить памперсы и какую-то там одежду для новорожденных, потому что она была беременная, да, то есть там ее отец очень сильно расстроился из-за этого, и на них там чуть ли в суд не подал, а потом оказалось, что так это и было на самом деле, потому что они это определили, соответственно, по ее покупательской активности. Ловушки в супермаркетах. Как Wi-Fi сканирует покупателей? Он позволяет знать о появлении человека метров за 30-40-50, что он где-то в районе магазина. Хакерские атаки. Почему взламывают базы данных? Даже если они предприняли максимум возможностей усилий, но всегда найдется кто-то, кто может быть умнее и более технически подкованным, и каким-то образом это взломать. Личные сведения. Что нужно хранить особенно тщательно? Номер карточки, номер паспорта – это то, что я бы рекомендовал вообще никогда никому не сообщать. Страхи по поводу того, что корпорации слишком много знают о клиентах, возникли задолго до цифровой эры. Об этом заговорили, когда в магазинах появились карты лояльности. Это те, по которым даются скидки или копятся баллы. Чтобы их получить, нужно было заполнить анкету, оставив сведения о себе. Раньше это было в бумажном виде. Сейчас практикуется онлайн-регистрация. Если вы обратите внимание, всегда внизу, либо на бумажной анкете, либо в электронной анкете есть определенная строка, где надо поставить, как правило, галочку о том, что вы предупреждены, что вы даете свои персональные данные, и что вы не возражаете, что компания их обработает. Тем самым подтверждая свое согласие. Сегодня в магазинах пошли еще дальше. Сведений, поступающих из анкеты данных, хранящихся на карте лояльности, недостаточно. Торговля заинтересована в увеличении прибыли, поэтому и клиентов надо чаще завлекать к себе. Но как это сделать? Придумана новая технология, и она уже работает в сотнях продуктовых магазинах Москвы и Санкт-Петербурга. Только пришедших в магазин нужно заставить подключиться к Wi-Fi. Человек подключился один раз к Wi-Fi, мы получили номер его устройства, у него в кармане есть номер карточки лояльности, или там номер телефона, в зависимости от того, что он сам решил оставить для ритейлера. И когда он в следующий раз окажется около магазина, не подключаясь к Wi-Fi сети, ритейлер узнает, что к нему на порог подходит его клиент, номер карточки лояльности такой-то. Ему даже не нужно знать, как человека зовут. Магазин, считав с человека всю информацию, станет моментально присылать сообщения на телефон. В них, по сути, подсказки. Если вы каждый раз покупаете товар со скидкой, то придут СМС-ки про акции. Если покупаете часто йогурты, то сообщат о всем их ассортименте. И акцент сделают на новинках. Магазин может начать информировать вас, когда вы только на подходе к нему. Wi-Fi видит немножко дальше, чем наша рука, с карточкой из кармана. Он позволяет знать о появлении человека метров за 30, 40, 50, что он где-то в районе магазина. Недавно стало известно, что взломана база одного из крупнейших в мире бюро кредитных историй. А в ней личная информация 143 миллионов человек. Это была полная характеристика людей, которые и не знали, какое на них собрано досье. Хакеры получили доступ к очень важным сведениям. Таким, как имена, даты рождения, данные кредитных карт, номера водительских удостоверений и социального страхования. Плюс огромное количество финансовых сведений, количество займов, суммы кредита. Получается, нет никакой уверенности, что сугубо конфиденциальная информация не станет в какой-то момент публичной. Идти по цифровому следу и собирать персональные данные научились. Но хранить их нет. Не все операторы могут нести полную ответственность за сохранность этих данных по той причине, что, ну, даже если они предприняли максимум возможностей и усилий, но всегда найдется кто-то, кто может быть умнее и более технически подкованным, и каким-то образом это взломать. Да, это будет их нарушение. Да, перед законом они, конечно, будут виноваты, но я не уверен, что человеку, чьи личные данные будут украдены, от этого будет легче. Нашумевшая история, когда в открытый доступ попал файл с тремя миллионами паролей от одного крупного почтового сервера. Но это было только начало масштабных взломов имейлов. Чуть позже в сети оказалось около 10 миллионов паролей от двух самых популярных электронных почт в мире и России. Проще всего подарить свои пароли через Wi-Fi. При подключении к публичной сети в большинстве случаев попросят имейл или номер телефона. Но человек до конца не знает, куда отдаются его данные. А они легко могут попасть к хакеру, который при помощи специальной программы «Снифер» перехватывает все, что отправляют пользователи Wi-Fi. Когда собрано достаточное количество пакетных данных, начинается их расшифровка и анализ. В этих пакетах вся вводимая информация. Логины и пароли от сайтов. В том числе от электронных почт, банковских приложений. Понятно, что вы не выложите свой логин, пароль от Интернет-банка в открытые источники. Да, вы не выложите какую-то такую вот секретную информацию. Но сейчас же никто и не ищет логин, пароль от Интернет-банка. То есть никто не надеется, что вот сейчас мы зайдем на страницу какого-то недалекого человека, и вот здесь его сразу, и у нас все будет на блюдечке за голубой каемочкой. Нет, они собирают информацию по кусочкам. То есть собирается номер телефона, место проживания. Есть отдельный раздел, вообще про него страшно читать, «Социальная инженерия» называется. «Социальная инженерия» это метод управления людьми, используя их промахи. Например, когда недооценили степень секретности своих личных данных и опубликовали в соцсети подробности жизни. Подобной громкой историей было похищение сына, известного специалиста по компьютерным антивирусным программам Евгения Касперского. Преступники узнали расписание дня и маршрут исследования подростка как раз из его записей на странице в социальной сети. Та история завершилась вполне удачно. Похитители быстро нашли. Что касается компьютерных хакеров, специализирующихся на социальной инженерии, они действуют гораздо продуманнее. Номер карточки, номер паспорта это то, что я бы рекомендовал вообще никогда никому не сообщать. Номер мобильного телефона, ну, скажем так, можно его, скажем, сообщать, но все равно я бы его не стал вот так вот вывешивать в общий доступ. Для друзей – да, но для всех – нет. Это все-таки… Может быть, может стать мелкой зацепкой. Если кто-то знает ваш номер телефона, он сразу же вас взломать не сможет. Такой хакер не взломает вас только по номеру телефона. Но это мелкая зацепка. Дальше вы еще где-нибудь мелкую зацепку даете и так далее. Можно ли уменьшить опасность от своего цифрового следа? Рекомендации от экспертов самые простые. Вести себя, как в обычной жизни. Не рассказывать лишнего незнакомцам и не оставлять паспорт, где попало. Не писать в почте то, за что потом может быть стыдно. Думать о последствиях перед тем, как вступать в сомнительные группы и сообщества в социальных сетях. Помнить, что все сказано, написано, опубликовано, при случае будет использовано против вас. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незыблемыми. Сегодня я с вами прощаюсь, но встретимся мы с вами уже завтра в программе «Самые шокирующие гипотезы», как всегда, в 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова